Здравствуйте, дорогие наши друзья и зрители телеканала ТБН! С вами пасторы Пётр и Галина Беднюк. В программе «Твой лучший день». Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы говорим на тему «Сила Божия». И мы уже говорили на эту тему, имели две передачи. И мы хотим, повторяем эту тему для того, чтобы вы усвоили этот урок. И для того, чтобы вы научились освобождать силу Божию в своей жизни. И мы хотим показать, для чего сегодня конкретно нам нужна сила Божия. Ну и, во-первых, мы должны признать тот факт, что Божьей силой всё сотворено. Писание говорит, что Он сотворил землю силою своей, утвердил вселенную мудростью своей, разумом своим распростёр небеса. По Его глазу, по Его велению, вся вселенная работает, как часы. Дорогие друзья, это удивительно. Поэтому только безумец Писания говорит, что сказал в своём сердце, что нет Бога. Но Господь говорит, посмотрите на природу, на животных. Даже спроси у скота и научи тебя, у птицы небесной, и возвеси тебе, кто во всём этом не узнает руки Творца. Поэтому Бог – наш Создатель. Он наш Творец, дорогие друзья. Но Он хочет стать нашим Отцом и Спасителем. Это так важно. Почему? Потому что люди часто говорят, где был Бог, обвиняют в тех или иных условиях. Но они никогда не подчинили себя Богу как Отцу, не познали Бога как Отца, который мог бы их миловать, защищать и так дальше. Поэтому сегодня мы познаём Бога. И апостол Павел, он говорит в своём послании Ефесянам, он указывает нам, Духом Божьим просвещённым, он показывает, какие наши взаимоотношения должны быть с Богом, в обществе, в семье, между родителями и детьми и так дальше. И он говорит, всё это прекрасно. И чтобы всё это гармонично работало, правильно работало, с благословением работало, с счастьем, современным словом, так сказать, чтобы счастье было. Люди ищут счастья сегодня. То апостол Павел, имея откровение от Духа Божьего, он говорит, наконец, что такое наконец, всегда должно быть и начало. Но он как говорит, к всему этому, что вы хотите созидать, он говорит, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие. Почему это так важно? Это какому-то оружию нас призывает Слово Божие. Потому что жизнь – это упорная борьба. Но мы сегодня раскроем, что мы воюем не просто физическим оружием, не просто, мы не физическим оружием воюем, но есть у нас другое оружие. Об этом мы будем говорить, будьте с нами. Да, и действительно, Бог говорит, облекитесь во все оружие Божие. Для чего? Для того, чтобы вам противостоять день злый. И вы думаете, что, ну, будет ли день злый? Мы видим, будет. Слово Божие говорит, что он будет. И к каждому он приходит по-разному. И в разных странах это в разное время. И мы понимаем, что время, в которое мы живем, казалось бы, не лучше, а хуже. Хуже и хуже. И написано, что в последние времена будут войны, глады, моры, землетрясения. И мы видим, что на самом деле каждый год землетрясений увеличивается. Войн увеличивается. Поэтому нам надо знать, что и нам, получается, надо увеличить свою силу, которой мы должны противостоять. Вот этот день злый, который придет на всю Вселенную. И мы должны понимать, что мы не исключение. Что это атака, которую враг хочет просто украсть у нас веру в Бога. Это прежде всего, мы должны понимать, что он прежде всего хочет выкрасть веру в Божию. И вы, когда смотрят, особенно верующие люди, когда они смотрят, а почему с хорошими людьми встречается, ну понятно, там злые люди. Понимаете, такой вопрос задают, как будто бы они живут в изоляции. Понимаете, мы живем в этом мире, который подвергается разложению греху. И мы, так как мы еще живем в этом мире, Бог хочет, чтобы мы демонстрировали его силу для того, чтобы не только себе как-то спастись, защититься от врага и все. А чтобы мы еще могли других научить и укрыть своей жизнью, своей верою, той силой, которая была еще многих. Мне нравится всегда это место, когда Иаков благословлял своих сыновей. И он именно говорил, когда он благословлял Иосифа, он говорит, а ты как дерево, которое простерлось за ограду. За ограду, что значит? За свою семью. И мы видим, что его жизнь действительно, что когда он был продан в рабство, продан в рабство, сидел в тюрьме, несправедливо, настолько первое, что продан был своими братьями, потом несправедливо еще был посажен в тюрьму. И в тюрьме он все равно продолжал верить Богу. Знаете во что? Что Бог, тот сон, который Бог ему дал, что он исполнится. И я это точно знаю, что он верил. Потому что если бы он не верил, он бы уже даже не переводил другим в сны. Потому что он был разочарован, был бы сказал, но то, что он держал свою веру, хранил, он стал этим благословением не только для своей семьи, которую он потом спас от голода. Он спас тогда, можно сказать, всю цивилизацию. Потому что был голод, а благодаря его откровению, его хождению в близости с Богом, он знал, как интерпретировать этот сон. И он знал, как заготовить эти хлеб, для того, чтобы когда пришел голод, он имел этот хлеб и он благословил многих. Понимаете? Бог хочет вот так продемонстрировать, что вы стали тем человеком, который будете простираться за пределы своей жизни. За пределы даже своего народа. Понимаете? Думать о том, что другие народы есть, которые безбожники совершенно. Мы, слава Богу, еще хоть какая-никакая страна была, что все равно знали, люди ходили в церковь, понимали, пусть православные, они все равно понимали, какой-то есть, было какой-то богобоязненность. А есть же люди живут в таких странах, понимаете, под таким давлением, под совершенно таким осквернением вообще человеческого достоинства, то, что нам даже не понять. И мы должны думать, как принести им спасение. Как им принести ту истину, которую мы знаем сегодня. И воистину воин, он что, не только воюет, лишь бы воевать, но он воюет и всегда что-то отвоевывает, может быть, захваченные территории и так дальше, чтобы принести благополучие, мир, свободу. И здесь удивительно, Павел говорит, что, наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Ну, казалось бы, уже можно расслабиться и жить нормально. Некоторые есть точки зрения у верующих, что уже Иисус победил, отвоевал за нас, и нам ничего не нужно делать. Но Господь почему-то здесь Духом Святым побуждает апостола Павла, чтобы мы стали воинами, чтобы воин не только облегся в это все оружие Божие, но чтобы он еще себя тренировал. Вот представьте, взяли воина, будешь воином, надели на него все оружие, доспехи, он их поднять не может и сдвинуться с места. Поэтому воину нужно себя тренировать. Поэтому об этом мы будем дальше говорить, дорогие друзья. Напишите, позвоните, что вы думаете, как нужно укрепляться силой Божией, для чего это нужно и какие у вас есть победы и успехи. Мы будем очень рады. После паузы мы вернемся. Дорогие друзья, вы в программе «Твой лучший день». Сегодня тема передачи – это сила Божия. И мы сегодня раскрыли, что сила Божия нам необходима для войны. Для войны, для того, чтобы отстаивать духовную, в духовной брани отстаивать то благословение, на которое покушается враг. Он хочет выкрасть. И я увидела, что даже то благословение в начале, посмотрите, Авраам не мог родить, Сара не могла родить. Исаак. Да, Исаак тоже была проблема. Потом Иаков тоже от любимой не могла родить. Посмотрите, посмотрите, было какое-какое препятствие там, где Бог провозгласил, что вы станете благословением. И не просто благословением, что от тебя произойдет народ великий и сильный. Что у тебя множество будет детей, а у него не просто множество, у него одного нет. Понимаете? Вот это, когда я читал, я помню, увидел, думаю, вау, какое препятствие. Вы посмотрите, какая оппозиция идет в духовном мире. Там, где благословение, там всегда будет оппозиция. И поймите, что враг постанет перед верью от самого большого благословения в вашей жизни и будет сказать, что иди вот туда, 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 только не сюда. Вот здесь вот самое страшное, не прорвешься здесь, нет тебе тут пути. И вы поймите, что там вас ожидает самое большое благословение, потому что Бог приготовил для вас силу для борьбы, и вы, когда оделись в это оружие. И поверьте мне, что сегодня есть такие учения, что говорят, а уже все, мы уже не воюем, что мы, это все оружие, не нужны, мы уже не воины, мы, значит, граждане, а граждане не воюют. А кто же нас искушает? Да, кто нас искушает, но в смысле, а зачем же обликаться во все оружие? Вот зачем одевать доспехи, понимаете, чтобы порисоваться? Понимаете, зачем нам меч носить? Это нелегкое обмундирование, понимаете? Там все, что закрыто, там щит этот огромный, тяжелый, говорят, броня, шлем. Это неудобство, поверьте мне, это неудобство. Но они нас спасут. Вот точно так, как, знаете, когда скажут человеку, что вот, если ты оденешь парашют, тебе будет хорошо, удобно, и ты спасешься. Нет, тебе не будет удобно. Но если ты будешь иметь парашют, в случае чего ты будешь спасен. Понимаете? Вот мы должны понимать, что да, следовать за Богом не всегда легко. Мы должны так людям и говорить, что мы будем иметь это обмундирование, которое может быть нам неудобно, не так комфортабельно, что знаете, который человек думает, а я что хочу, то делаю. Мы не можем делать все то, что мы хотим. Но поймите, что когда вы согласитесь, когда вы себя приучите к этому, вы примете это как ваша, можно сказать, часть вашей жизни. И вы настолько приспособитесь к этому, что вам будет удобно, что вы уже будете не чувствовать совершенно, что вам что-то мешает. Понимаете? Это вначале вам будет казаться, это перестройка, когда вам... А воин, он уже привык к этому, и он, можно сказать, наслаждается этим, потому что он знает, что это воин, что это огромное достоинство. Понимаете? И я помню, что даже где в Греции, наверное, там вообще семьи, когда у них были дети-борцы, это было... Они знали, что они могут умереть при каждой борьбе, но они считали, что это большое достоинство. Понимаете? И мы знаем, что да, нелегко, да, люди погибали, ведя войны Божии. Я читала Слово Божие в Старом Завете, и я помню, что... Меня шокировало, когда люди вели войны Божии, они сражались за Бога, когда Бог сказал, идите воюйте. Погибали тысячи людей, они терпели поражение. Ну, вы знаете, я увидела, что это, по-моему, 19 глава книги Судей Израилевых, о этой брани написано. Ну, вы знаете, что я увидела? Что был на третий день только, когда они смирились и начали поститься, и Бог им дал новую стратегию, и они победили. Иногда мы идем воевать, знаете, не приготовивши себя, не получив стратегию правильную от Бога, не смирившись до конца, думая, а, тут нет сложности. Понимаете? Именно была ситуация, что их было намного больше, и они были самоуверены. И вот, когда мы уверены в своих силах, мы терпим поражение. И поверьте мне, что если вы потерпели уже поражение, и вы разочарованы в Боге, и думаете, в чем же дело? Я же вроде делал правильно, я вроде бы сражался за истину. И вы потерпели. Вот где-то недосмирились, где-то вы недопостились, где-то вы что-то не сделали сейчас. Уже есть возможность покаяться, смириться, искать у Бога стратегии. Бог вам покажет. Как получить исцеление? Как получить спасение? Как молиться, когда ты стоишь за своих детей? У Бога сила, понимаете? И Бог хочет вас ей наградить. Так очень важно, я обратил внимание, что во все оружие, не просто частично, нам иногда хочется что-то частично взяли, действительно, как этого Агнца должны были скушать всего. Если бы они не слушали бы этой инструкции, не произошло бы это спасение. Действительно, во все оружие оденьте, чтобы вам противостать в день злой, и все преодолевшие устоят. Оказывается, мы не имеем права упустить ни единой детали. Почему? Вот, к примеру, представьте себе, вроде все оружие Божие, шлем спасения не взял, голова открыта, врагу очень легко поразить вас. Или не припасаясь, ассо, пояс истинный. Смотрите, это тоже припаясь. Вроде вот эта вот ваша рубаха, вы споткнетесь, она вам будет мешать. Понимаете? Все, обувь. На что-то на колючку наступил, и вот тебе и воин, и все. И ты отвлекся чуть-чуть, и тебя только раз, и все. Понимаете? Я вам скажу, что вот часто вот эти моменты как раз-таки нас и подстерегает враг. Он знает наше слабое место, он знает, где у вас не прикрыто. Вы уверены, что все нормально, я вроде молюсь и пощусь. Ходите, дорогие друзья, в смирении. И вот истиной. Где-то, 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 может быть, было заблуждение. Где-то не до конца вы распознали истину, не до конца приняли стратегию. Что-то я всегда понимаю, поверьте мне, всегда видя, вот мы молясь с людьми, работая уже многие годы, я вижу, что и знаю, что проблема всегда с нашей стороны. Не с Бога. Понимаете? Не Бог удерживает от нас благословение. Если мы не получили то, что мы ждали от Бога, и не получили, и мы разочаровались, то я вам скажу, ищите, что вот этот, когда какой-то электрик, он ищет, знаете, как? Он начинает, значит, звено за звеном проверять. Я вам скажу, что проверяйте все со своей стороны. С Божьей стороны всегда все в порядке. Беспорядок, где-то нет контакта. И мы что-то делали, тоже подсоединяли. И мы все правильно подсоединили вроде. А где-то замыкает, включаясь только бум, и выбивает бум. Вроде все правильно, провели, хороший провод. А потом, видите, маленькая запережалась. Проводки. Да. И что? Каратнула. Каратнула. Замкнула. И все? И выбивала. Поправили, обрезали все, сделали, чтобы заизолировали. И хорошо работает. Понимаете? Вот точно так. Это может быть какая-то маленькая деталь. Какая-то мелочь, которую вы никак не расстанетесь. Где-то плотские похоти. Где-то вы даете доступ врагу, который делает вот это замыкание с Божьей силой. И вы не можете высвободить силу Божию. Где-то у вас гордыня может подкаралась. Поймите, что это, казалось бы, да ничего такого серьезного, это не большое преступление. А перед Богом, я вам скажу, это большое преступление. Это Бог ненавидит из тех вещей, которые в притчах написано в 6 главе, что всем, что ненавидит Господь. Это глаза гордые. Кажется, он ничего не сделал, только подумал о себе немножко больше. Нет. Это такая позиция страшная перед Богом, когда вы самонадеянны. Это характер самого дьявола. Понимаете? И дьявол через эту маленькую гордыню имеет к вам доступ. Не относитесь к ней легкомысленно. Понимаете? Если даже вы думаете, да нет, особенно люди, которым говорят, что у тебя проблема с гордостью, они говорят, знаете что? Да нет у меня. Вот это как раз таки, это у вас гордометр, как я говорю, зашкаливает уже. Что вы даже не видите гордости в своей жизни. И на самом деле, слава Богу, что Бог просто меняет все в вашей жизни. Вы видите, видите эту проблему, которая просто блокирует вас. Дорогие друзья, оставайтесь с нами, мы возвращаемся через несколько секунд. Друзья, в моей программе «Твой лучший день» и тема сегодня «Сила Божья». Наконец, братья и сестры, вооружитесь во все оружие Божие, укрепляйтесь Господом, могуществом силы Его. Для чего? Для того, чтобы в день злый, все преодолевший вам устоять. И сегодня мы хотим все-таки утвердить, против чего мы боремся. И Павел говорит, что «Ибо наша брань, то есть наша борьба, не против плоти и крови, не против ваших кровных друзей или людей, но против начальств, против властей, против мироправителей, ну не против Обамы там, не против Трампа или еще кого-то, вот Путина, Порошенко, мы не против этого боремся, дорогие друзья, не против этих властей, должны мы понять, но против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Посему примите все оружие Божие, чтобы вы могли встать в день злые и все преодолевший устоять». И дальше апостол Павел говорит, что «Итак, встаньте, нам нужно встать, припаяшивавшись чресла истинною, и что там дальше говорится, да, и облегшись в броню праведности, и обувь ноги в готовность благовествовать мир». Апачи всего, то есть более всего, возьмите что? Щит веры. Для чего? Чтобы вам угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие, всякою молитвою и прошением. Молитесь во всякое время духом, со всяким постоянством. И о мне, Павел говорит, и о всех святых. Дорогие друзья, мы ведем духовную брань. И не просто духовную брань, с другой стороны, мы противостоим этим силам тьмы в своей личной судьбе. Мы помогаем, подвязаемся, где двое или трое согласятся просить. Господь сказал, будет вам. Но мы же также обуваемся в эту готовность ноги наши благовествовать мир, нести благовестие, как прекрасны ноги благовестника, благовествующего мир, шалом, говорящему Сиону воцарился Господь, говоря и проповедующему спасение. Это так чудесно. Сила Божья дается для того, чтобы мы могли провозглашать и нести Божье спасение до концов земли. Да, и мы на самом деле хотелось возвратиться туда, когда мы люди отвлекаемся, то, что враг сегодня делает, отвлекает нас на политические эти игры. И христиане, вместо того, чтобы стоять и молиться перед Богом, ходатайствовать за все народы, мы начинаем разделяться на те, которые наши, это чужие, и начинаем допускать ненависть в сердце свое, и начинаем проклинать наших братьев, потому что они не отреагировали так, как мы ожидали, что они отреагируют, понимаете, это такое зло перед Богом, вот она открыта, лазейка, мы сердце свое открыли, и люди в этих социальных сетях выставляют, верующие люди такие вещи, они радуются, что идет, что сейчас вот атакуют, понимаете, что гибнут люди, которые не спасенные, что мы даже не знаем, а вроде, они же враги, нет у нас врагов, понимаете, Иисус сказал, возлюби врага твоего, где же у нас эта любовь, где же у нас аж сердце, которое, и понимаете, что мы делаем, мы начинаем выставлять эти вещи, которые мы не знаем, что там происходило, кто на кого стрелял, кто на кого первый, кто кого диверсию эту делал, понимаете, мы не знаем, то, что нам показали по телевизору, это еще ни о чем не говорит, то, что мы видим сегодня мусульмане постоянно делают ролики для того, чтобы оклеветать Израиль, больше и больше, что они обстреляли, когда там смотришь, люди лежат эти мертвые, и они шевелят ногами, понимаете, они показали целую комнату людей накрытых мертвецов, а они шевелятся, понимаете, потому что устали, что-то зачесалось, точно так, не подвергайте свое сердце вот этой просто диверсии, которой враг хочет просто у вас выкрасть мир Божий, и сделать вас теми людьми, которые начинают ненавидеть, на самом деле, мы должны бодрствовать, и смотреть, что даже несмотря на то, что мы стоим за Израиль, я говорю, храните свое сердце, чтобы не возненавидеть мусульман, да, они враги, враги народа Божия, да, они хотят уничтожить всех, но мы должны думать, как их спасти, как, чтобы их души были спасены тоже, понимаете, поэтому вот настолько мы, как верующие, должны хранить себя от этих политических игр, через которые враг просто сегодня оскверняет многих, я вам скажу, что конкретно оскверняет тело Господне, потому что мы не бодрствуем, и мы начинаем сердце свое пускать вот эту обиду, потом начинаем гнев, и вроде за справедливость, знаете, где справедливость? Справедливость у Бога, Он только знает все, и если Он допустил, иногда Он допускал, знаете что? Он допускал свой народ, позволил Новоходоносору, да, этому царю, Вавилонскому, прийти и увести их в рабство, почему? А потому что народ отступил, понимаете? И поэтому не надо вам как бы клеветать на людей, которые сегодня, может быть, те Новоходоносоры, которые исполняют волю Божию, а Бог может, в то время, пришло время, и Он этого царя, Новоходоносора, да, Он его превратил в животное, когда он возгордился, Он думает, о, моя сила это сделала, Он конкретно, сколько там лет, был, кушал травку, и выросла даже на нем щетина, как у быка, понимаете? Поэтому сегодня хороните сердце свое и не вините людей, которые, может быть, ни при чем. Вы, на самом деле, тем самым обвиняете Бога, который позволил этому народу подвергаться такому, может быть, уничижению, потому что этот народ, может быть, оставил Бога. Понимаете? Ищите лица Господня. Отдавайте суд весь Богу. Если даже несправедливость, отдайте Он, есть судья праведный. Он высвободит свой суд на народы, высвобождает на судей, на мероприимителей, а мы только в духовном мире должны вести правильные войны и вести их, действительно, за свои семьи, за свой народ, за, не только за свою, за всю землю. Воистину, и действительно, нам нужно снова и снова обращаться вот за поиском, за направлением, за вот введением, на самом деле, как нам поступать правильно каждый день, потому что мы каждый день сталкиваемся с новыми ситуациями, время бежит, движется, поэтому Господь обращает наше внимание, это, пастор Галина, домашнее наше задание, не просто на один день, а чтобы мы действительно вникали, как слово говорит, что если ты будешь вникать и заниматься этим постоянно, тогда ты будешь успешен, тогда ты спасешь себя и слушающих себя, поэтому, дорогие друзья, у нас есть занятия, у нас есть предназначение, Бог предназначил тебе силы, Он говорит, что наконец-то этим занимаешься, поэтому изучайте все оружие Божие, применяйте, одевайте все оружие Божие, облекайтесь во все оружие Божие, молитесь и смотрите, что произойдет, то, что Павел говорил, что и обо мне молитесь также, и о всех святых, друзья, у нас есть труд, поэтому давайте попросим у Бога мудрости, чтобы мы занимались теми делами, которыми нужны, чтобы мы не отвлекались на то, что не созидают, то, что плотское, то, что не будет стоять вечно, поэтому у нас есть конкретная миссия, миссия благословения, поэтому Павел говорит, чтобы мне было дано слово проповедовать устами моими, с дерзновениями, для которого я исполняю посольство, каждый из нас, он является этим послом на этой земле, ибо мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим примиритесь с Богом, дабы я мог смело проповедовать, как мне должно, поэтому нам нужна сила Божья, ведь только сила Божья, Божье присутствие может поменять любую ситуацию в судьбе человека, в семье, в целые нации слово Божье меняет, потому что слово Божье, оно живое и действенное, поэтому будем заботиться о том, чтобы слово Божье, как меч обоюдоострое, оно могло производить в нас должную работу, все то, что не нужно отрезать, а именно, чтобы мы могли вести правильно эту духовную брань, где Давид говорит, что Бог научает меня мои руки брани. И мы хотим помолиться за вас, дорогие друзья, чтобы просто высвободить эту милость Божию на то именно смирение, которое требуется для того, чтобы получить и высвободить эту силу Божию. И те, которые особенно подверглись этому осквернению, о чем я говорил, осквернению, что вы открыли свое сердце и не заметили, как вы в эту политику и начали охулить вышестоящих и осквернять просто даже людей, этих людей, которые сотворены по образу и подобию Божьему. Просто, чтобы Бог явил вам милость и вы покаялись и вы открыли для себя источник благословения во имя Иисуса Христа, Отец, я прошу тебя, Господь, за тех людей, которые слышат нас сегодня, которые просто это слово, оно проникло в их сердце и обличило их за то, что они в какой-то сфере позволили врагу осквернить, осквернить их сосуды и мы просто благословляем вас, дорогие друзья, на это очищение крови Иисуса Христа, она высвобождает сейчас милость Господь, там высвобождается милость и благодать, благодать, сверхъестественная благодать для того, чтобы перевернуть всё и сделать вас тем человеком, который изменит всё вокруг и станет тем благословением и станет тем братоборцем, который будет побеждать за свою землю, за свой народ и за другие народы, будет этой ветви, этим деревом, которое просерлось за ограду, которое несёт это и накрыло тенью, накрыло этим покровом, покровом именно благословения Божия, любовью Божией, защитой Божией. Те народы, которые сегодня нуждаются в спасении. И мы благодарим вас, дорогие друзья, что вы были с нами в этой программе. И мы благословляем вас, чтобы пришло благословение Божие, пришла защита Божия, пришла премудрость Божия, сила Божия на исцеление, на восстановление и на взаимоотношение с Богом. Мы благодарим вас, что вы были с нами и посылаем вам шалом! Субтитры подогнал «Симон»